Случай с армянином Ара. Армянин Ара был командирован из Москвы в Вереван для того, чтобы прочитать лекцию работникам культуры Армении в честь столетия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. По дороге у него был украден чемодан с конспектами. И вы представляете, ему приходится выступать перед работником культуры Армянской Союзной Республики без конспектов. Дорогая работника культуры! Еще совсем недавно, сто лет тому назад, от руки немецко-пашистских наамитов, помирал великий русский стахановец, словом, вождь-революционер Саид Петрович Пушкин. Отец Пушкин был мумма, но это не совсем важно. В это время стороной правил Катька Второй. Этот Катька Второй фигли-мигли очень много ставил и крутил. Но, несмотря на это, Саид писал художественные произведения. Он написал один замечательный роман «Демон». Он бы, конечно, написал еще больше, еще толще, но в это время, как мы знаем, автоматическое производство очень плохо развивался. Автоматически шариковая ручка вообще не выпускался. И поэтому ему приходилось идти на зеленый базар, покупать жирный гусак, чтобы идти ему задом, дергать перо и писать этим гусином перо большой, замечательный, художественный, длинный русский произведение. Но, несмотря на это, что он писал гусином перо, Саид написал очень много рядов произведений, как, например, «Охромяло» и «Джулетта». Бабушка из Виргиль, Медный задник, Кавказский пельмянник, Бахчисарайский водопровод и разные другие ряды. Дорогой работник Ултур, в XX век нам всем необходим научить всяких властей, а то даже неудобно такой интеллигенции сидит и не знает такой великий композитор Лермонтов, изобретатель Гоголь или, например, декабрист Лев Толстой. В XX век нам всем необходим научить всякий классик. Правильно? Но сыпь. Правильно? Но сыпь высмеивает гнёт капитализму. Ворону, значит, Бог кусок сыр послал. Ворон на дерево взобрался, уже совсем позавтракать собрался. Вдруг, значит, идёт лисичка-сестричка и прямо на дерево бросает ему комплимент. Типа так. Ворон, ворон, какой красивый, какой глазки. Спой мне ты мой жар-птица. Но, между прочим, ворон дурной не был. Он положил сыр в левую руку и говорит, проходи, проходи, в XX век дураков нет. В этом басне Саид сказал один хороший морал. Если тебе Бог кусок сыр послал, нечего тебе со всякой сволочью разговаривать. Да будет проколот немецко-фашистский захватчик и реванский жулик, который свистнул мой чемодан. Да здравствует первый начальник городской милиции, который прописал мой тёща за 300 рублей. Спи спокойно, Саид. Мир твоему прав.